Хорошего Питера! Какой ужасный запах в подъезде. Ужас просто, нечем дышать. Канализация дает о себе знать. Ребята, всем доброе утро. У меня с собой яблочки. В общем, едем в гараж. Пахнет ужасно. Трубы так и не меняют. Я, наверное, думаю, что уже и не будут менять. Ибо наши люди уже отказались. Потому что в соседнем доме сделали очень плохо. Поэтому придется пока дышать вот этими запахами. Ну а что поделать? Сегодня ночью можно было сказать, что был первый такой заморозок. Прямо вот ноль. Потому что было 4, там 3. А сегодня именно ноль. И вот сейчас очень-очень холодно. И такой, знаете, еще ветер дует. Причем ветер такой я думаю, что не южный. Может быть и северный, а может и северо-восточный. Не знаю. Ну явно, что не южный. Ну вот солнышко пробивается. Может быть, днем будет солнышко. Но пока вот так вот прохладно. Ребята, и подтверждение того, что был ноль. Посмотрите. Такое впечатление, что на улице было минус 40. И все замерзло. Ледяные такие узоры. Видите как? Вот так. Ребят, я думал, это просто как бы, ну такая как вода. А это реальный лед. Смотрите. Все замерзло. Вот вам и первая зима. Йокарный бабай. Вот так вот. Вот вам и первые заморозки. А то говорили заморозки, заморозки. 5 градусов это не заморозки. На даче, наверное, померзли все яблоки, те, что мы не собрали. Ну, приедем в выходные, вернее. Ну, я-то не поеду. Вот. Мы с племяшкой здесь остаемся. Вот. Мама приедет, посмотрит, что там. Наверное, все померзло. Так что вот. Вот так вот. Лед настоящий. Кстати, ребят, пока я прогреваю машину, по поводу вчера, вот я говорил по поводу X-Ray, что я смотрел всякие там отзывы и так далее, выбор в автоматической коробке передач отпал сам собой. Ибо вариатор будет устанавливаться только на Lado X-Ray Cross и только в полной комплектации, которая мне, в принципе, не нужна. И Lado X-Ray Cross мне тоже не нужна. На обычную Lado почему-то этот вариатор не лезет. Не знаю, по какой причине, но они говорят, что там мало места. Не хватает. Защиты картера там что-то, в общем, не доходит. Мешает. Но на Vestu устанавливаться такой вариатор будет. Для кого этот вариатор будет, непонятно. Динамики никакой, но Vesta может быть будет чуть легче. И, может быть, Vesta и будут брать с этим автоматом, с вариатором. Но к нему тоже есть нарекания. Хотя вот вазовцы утверждают, что масло не нужно менять на весь срок службы. В коробке, я имею в виду. Странно. Странно. При такой еще езде, как люди будут ездить. Но это я сегодня еще одно видео с утра пока завтракал, посмотрел. Динамики в этой машине нет никакой абсолютно. То есть только спокойная езда. На обгоны еще куда-то машины не едят. Так что вот так. Поэтому я думаю, что либо это все-таки механика. Но я думаю, что вряд ли я не хочу механику. Иначе придется брать обычный робот МТ, который есть на ВАЗе. Если он не перепрошит, значит перепрошивать его до 2.0 и просто ездит. Других вариантов у меня нет. И обычный кросс, потому что мне в полной комплектации кросс не нужен. Lada X-Ray мне в полной комплектации не нужна. Мне не нужна эта мультимедийная система, мне не нужен климат-контроль и много. Мне нужен только кондиционер, автомат и стеклоподъемники. Я человек не избалованный дорогими машинами. Поэтому у меня в принципе... Ну может быть, конечно, круиз-контроль. Я думаю, что если будет автомат, то необходимость упадет. Так что вот так. у меня машины сзади. Ты выезжаешь... Ты навстречку выехал, понимаешь? что ли? Ты что, первый день за рулем, что ли? У меня машины сзади стоят. Я куда буду их давить, что ли? Ты сам-то натворил чего? Ты сам-то натворил чего? Дурачок ты! Куда назад-то? Посмотри, что там творится назад. Балбесты мы. Куда я назад-то у меня машина? Ты навстречки. Ты понимаешь? Будем до вечера. Вот давай, давай на тротуары. Езди, еб. Умник. Вот и все. Вот и правильно. Двигать выгоняйся, перестань, еб. Ох ты ж, мама дорогая. Не, мы тут уже проедем. Мне нравятся эти. Друг на друга орут. А этот мне сдай назад. У меня там целая вереница машин. Куда? Не обращай этого внимания. Нет, при любом желании, даже если ты захочешь, ты не сделаешь этого. Вот что, мне их давить, что ли? Вот они все. Эти, блин, разъехались. Это он так решил на пол взять. Ага. Сейчас я буду ему назад. Так нет, куда? Мне некуда. Да нет, кому какое дело, куда? Ты выехал на встречную дорогу перед железнодорожным переездом. Обалдел совсем, что ли? Во-первых, запрещено перед железнодорожным переездом. Во-вторых, тут сплошная. Так, ну что, ребята, остались нам такие самые большие вещи вывезти. Вот это, вот это, линолеум, двери разломать, открывать вот эти металлические штуки. Это мы разбирать не будем, потому что, если мы еще это будем разбирать, это тут вообще можно погрязнуть. Это уже даже не будем дрогать, потому что потолок отвалится нафиг. Пускай уже когда ломать будут, тогда и делают. Вот это сейчас самый большой крупный габаритный мусор увезем, а остальное пускай уже здесь трактором тогда работают и все урок, потому что иначе это можно здесь очень долго времени на это на все потратить. О, блин! Ласточка. Откуда это? Это ласточка выглядит. Это электричка? Да. Комфортабельная ласточка. Ласточка, да. Ну что, ребята, время седьмой час, я еще успеваю прийти домой перекусить и пойду на собрание. В полвосьмого у нас собрание. В общем, короче говоря, забрали мы папиного друга, дядю Ваню. Посмотрел на машину, сразу определил, куда какие провода. У нас еще там немножко замкнуло, неправильно было подсоединено. В общем, все подсоединили, искра идет. Машина все равно не схватывает, свечки нужно менять, у нас нет такого свечного ключа. Советский автомобиль, там другой нужен ключ. В общем, завтра поедем за ключом и будем менять свечки. Я думаю, что поменяем свечки и машина заведется. Потому что уже все поменено. То есть, как бы все везде работает. Поэтому нужны только свечки. Так что поменяем свечки. Вот. По поводу соседнего гаража. Осталось нам завтра забрать все-таки то, что сверху лежит. Вот. И распоряжение дано, чтобы мы вот этот весь мусор собирали лопатами вот в мешок. Представляете? Ну, я, конечно, в шоке. Я говорю, что, не заказать машину? Ну, мол, машину заказывать это дорого. Поэтому не знаю. В общем, ладно. Пока будем тянуть время, а там посмотрим. Ну, пока папа освобожден, он как бы вот занимается этим гаражом. Поэтому мы тут не можем ничего отказать. И плюс еще, я еще раз говорю, нашу машину, как бы, ну, она еще пока не наша, но все равно. Ее держат пока в гараже есть. Ну, не на улице, по крайней мере. Так что будем ждать. Ладно, все, сейчас побегу домой. Очень хочу кушать, несмотря на то, что мы сегодня обедали. Ну, вот как-то вот желудок требует еды. Так что все, пойдем поедим и пойдем на собрание. Приведу себя немножко в внешний вид, отмою руки, от руки все черные. Ну, что, ребята, ой, на улице у нас так что-то похолодало. В общем, провели мы собрание. Пришло, как говорится, полтора землекопа. Но этого и следовало ожидать. Начали опять что, да как. Ну, ладно, пришли к общему знаменателю. Народ изъявил желание переходить в ЖКС номер один. В ТСЖ отказались. И одна наша соседка сказала, что нам никто не даст сделать ТСЖ, потому что у нас очень много неприватизированных квартир. И плюс та девушка, которая хочет нам помочь, меня она очень смущает. Почему она так резко берется за наш дом? Давайте никого не спросясь, я буду вашим, значит, председателем. Мне кажется, что она с этого дела что-то имеет, и она в любой момент просто нас может кинуть, и мы останемся, извините, без денег, без управляющих компаний, и нас потом соседи просто с лица света, со света живут, понимаете? Поэтому народ изъявил желание в ЖКС номер один. Те, кто пришли, пришло, человек 15. В общем, в четверг мы идем с председателем, ну, не с председателем, а с секретарем с того дома, с соседнего, подавать документы на выдачу справки из Росреестр. Если в течение 10 суток наша управляющая компания не даст нам эти документы, мы уже тогда идем в жилой инспекцию и говорим о том, что нам справку эту не выдали, повлияйте на них. Если и жилая инспекция на это повлиять не сможет, то тогда мы непосредственно будем записываться на прием к губернатору, и уже он сказал, он нам дал, лично мы с ним разговариваем, он сказал, что я вам помогу перейти в ЖКС номер один. Все. Поэтому в любом случае дело твинулось в мертвой точке. Так что вот так. Ладно, посмотрим, что будет. Так что вот так. А на этом все. Я, ребята, пойду отдыхать, что-то я замерз, греться, кушать. Вам, как всегда, желаю всего самого хорошего. Вот. И спокойной ночи, ребята. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова